Правки в бюджете, ряде социальных законов, связанных с трудовыми отношениями и полярками, а также доклад от бизнеса в Муцемена региона в центре внимания депутатов областной думы, которые собрались на заседании законодательного органа. Это заседание областной думы началось с темы финансов. В региональный закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предложили внести правки, касающиеся уменьшения верхнего предела государственного внутреннего долга Мурманской области. Важно, что они не повлияют на доходную и расходную части принятого финансового документа. У нас есть такая программа госгарантий, где мы даем такую гарантию нашему предприятию МЭС всем, чтобы он мог при отсутствии нехватки денежных средств производить заемные средства в банке для приобретения мазута на прохождение топливного сезона. У нас такую госгарантию мы нашему МЭС давали в 2022 году. Она в течение 3 года у нас была дана госгарантия, она заканчивается 22 апреля. Поэтому эту госгарантию мы даем нашему МЭС с 2024 года по 2026 год. При дефиците бюджета МЭС сможет занимать деньги в банках и закупать на эти средства мазут. А по мере поступления доходов возвращать долги. К слову, правкам в законодательстве на этом заседании уделили особое внимание. Одним из важных стал вопрос социальных гарантий для медицинских работников с целью стабилизации кадровой обстановки. Предлагается устанавливать квоты по наиболее востребованным в здравоохранении специальностям нормативным актом Минздрава. Сейчас это постановление правительства. И с учетом денежных средств, которые предусмотрены не только на текущий год, но и на плановый период. Вторая новелла – это то, что мы существующие выплаты по оплате аренды жилья или жилищно-коммунальных услуг хотим привязать именно к назначению выплат квотных. И третье – мы приводим в соответствие номенклатуру должностей в связи с изменением таковой на федеральном уровне. Реализация мер будет осуществляться в рамках региональной программы здравоохранения с помощью средств областного бюджета. Важную тему выплаты полярок молодым специалистам поднял на заседание министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев. Казалось бы, формальность, но весьма значимая для многих людей, работающих на севере. В продолжении реализации нашего закона, принятого в 2020 году, о выплате полярок с первого дня работы гражданам специалистам младше 35 лет, просто в ходе почти четырехлетней практики возник целый ряд нюансов. И для того, чтобы устранить всякие недоразумения, двойные толкования, мы берем формулировку, которая есть в федеральном законе о молодежи, и, собственно говоря, добавляем очень важное слово «включительно», до 35 лет включительно, которое устраняет просто все правовые лакуны, которые могли появиться в ходе реализации этого закона. Есть и правки, которые депутатам, по мнению министра, необходимо внести в закон о занятости. Есть несколько важных моментов, опять-таки, связанных с квотированием рабочих мест для инвалидов, где тоже очень важны формулировки. Также на заседании с докладом выступил начальник у МВД России по Мурманской области Алексей Веселовский. Он рассказал о деятельности органов внутренних дел в регионе в 2023 году. А уполномоченный по защите предпринимателей Марта Говор поделилась результатами своей работы за последние месяцы. Напомним, Говор парламентарии утвердили в должности бизнес-омбудсмена в конце прошлого года. Удалось объехать всем муниципалитетам Мурманской области, от Умбы до Островнома. Благодаря этим поездкам удалось лично пообщаться примерно со 150 предпринимателями или людьми, желающими начать свой бизнес. В рамках этих встреч было взято под контроль 46 обращений, помимо тех, которые в рамках личного приема. 26 из 46 удалось решить в пользу предпринимателей. Пол вопросов был достаточно широк. Например, такой достаточно частый вопрос касался регионального оператора по обращению с ТКО, это ОСИ-тематик. Один из случаев, обратилась девушка из ЗАТО. Она была недовольна тем, что начислялась его с мусора по тарифу, который она не производила. Немалую часть обращений занимают споры между хозяйствующими субъектами, когда предприниматели банально не могут договориться. Работа строится по трём направлениям. Одна из них – это формирование предпринимательского климата, другая – это защита интересов предпринимателя, и третья – это работа с системными или точечными проблемами. Конечно, есть системные проблемы, это техпросоединения, это тарифы на электроэнергию, с которыми предприниматели сталкиваются. Есть и точечные проблемы. Кроме того, на заседании была рассмотрена и принята программа законопроектной деятельности Мурманской областной думы на 2024 год.